друзья всем привет рад приветствовать на своем канале сегодня насколько я помню седьмой день что-то уже сбился со счета того момента как я установил озонатор озонаторы на 10 грамм сейчас покажу где он у меня здесь стоит небольшой модернизацию провел куба с биозагрузкой так как биозагрузка лучше работает в темноте просто старую пленку с того ящика накинул сверху прорезал дырку под трубу аэрация вся там идет вот шланги идут и там дырка вот дырка это вода просто скопилось вот так что теперь это выглядит вот так черный ящик и тем самым я уменьшаю количество вновь образовывающихся зеленых бактерий зеленых водорослей в темноте и без солнышка не могут и сегодня вот сутки уже прошло тест тестирую короче просто вот это как сетку 80 микрон посмотрим что у нас за сутки произошло тут ой не с той стороны поднял выливается здесь включим подсветочку ну вот накапало тут немного вот грязюка это за сутки в принципе я думаю можно ставить и более мелкую сетку потому что очень даже хорошо справляется я думаю пока что колготки не буду использовать посмотрим раз пару дней буду просто промывать и все с колготками мог геморрой на их они очень много зелени них между тканями остается и долго вымывается короче вот понравилось мне вот это что еще чё сделал термоклеевым пистолетом просто вот прошелся по периметру везде да потому что она начинает волосинки появляться да и постоянно отпадает впадает впадает расходится расходится вот прошелся и все отлично бедные мои огурчики от этого это а за озона озонных убивает все нормально как бы это если бы не мои эксперименты пучком растет а этот интересно выжил нет вот один листик ну короче здесь . здесь . может и выживет его так оставил просто вот тоже может что-то листик образуется вот здесь вот здесь посмотрим что лучше чем ничего вот по прозрачности воды ну так чего меня чем 10 сантиметров просвечивает просто я не знаю вот этот мой эксперимент с тем что я озон теперь у меня там булькает да может он и убивает полезная аэробные бактерии вот кто с этим глубоко знаком да с биохимией биологии может я зря туда его закинул подскажите напишите можете его надо озон опять обратно сюда оставить чтобы он здесь бурлил но пока что так ну видите да пены нету зеленый только беленькая пенка вода да чуть-чуть подсветает сильно подсветает рыбки не видно но только видно когда она кушать приходит вот за весь день слопала целую эту миску полно все слопала основа на кинуть кушают малек мальки плавают но 10 сантиметров от малька видно да там вот и вот малек может еду еще то какая-то на камеру вообще зеленая давана здесь осмотрела на такая темная хрен знает не знает что то не особо у меня получается сделать идеально чистую воду хотя вот взвесь вся фильтруется просто наверно много рыбы то что много корма есть постоянно может из-за этого не знаю я посмотрю малька подплывет сюда но эти посидим понаблюдаем пару минут да конечно хотелось бы чтобы вода была до дна прозрачная но здесь играет свою роль то что у меня теплица до в теплице жарко вода все время теплая сейчас это 28 градусов до опустилась чуть-чуть вода по тепла и по температуре может из-за этого большая температура много солнца много еды рыба ест соответственно органики много образуется может быть это но кто-то предлагал карась большой тут предлагал тесты сделать но сделаю я тесты но а толку то от этого пойму что у меня там нитрит и нитрат или аммоний зашкаливает но мне в любом случае надо это либо аэрацию увеличивать либо там не не знаю без загрузки больше либо ультрафиолетовую еще лампу ставить озон как бы справился со своей задачей достаточно быстро вот эту всю зеленку он поборол но поборол он пока что сантиметров ну 20 20 сантиметров вот видно нормально все что дальше ничего не видно ну зато вот карты карпики растут малыши прямо очень активно растут меня очень радует это уже больше чем в три раза стали по размерам это наш наш комета это призрак был сейчас призрак здоровый стал прямо лосяра маляк тусит ну я думаю что вот от этого 51 малька который был да ну я видел в одном моменте когда они вот все вокруг тусят ну штук 20 то есть я думаю что половина из них погибло да ну их съели скорее всего другие рыбки но как бы вот такие дела клубника хорошо растет на усы что то есть новая но вот озон озон блин как-то это на растение очень сильно влияет прямо листья поджигает им надо как-то думать с этим моментом это может выносить за теплицу чтобы это озонирование шло потому что иначе здесь ничего не смогу выращивать а может это и к лучшему сделал сделаю здесь просто в этой теплице у меня будет только рыба только озон и все посмотрим а соседнюю тепличку пристроить вплотную и чтобы там растение росли без озона посмотрим выплыли красавчики ну кто досмотрел до конца и кто разбирается в биологии биохимии вы подскажите насчет озонатора и биозагрузки то что все в одном месте нормально это или нет или срочно надо убирать кидать озон прямо в пруд как до этого было жду ваши комментарии всем пока увидимся в новых видео